Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале, и сегодня у нас будет ролик на тему Собирайся со мной. Мы будем краситься новой косметикой, я буду рассказывать вам о своих новостях, и мне кажется, что давно у меня на канале не было подобного рода роликов, и я на самом деле обожаю их снимать, потому что они всегда по-особенному теплые, какая-то приятная атмосфера, и поэтому обязательно берите кружку кофе или чай, чего-нибудь вкусненького, и присоединяйтесь к просмотру данного ролика. Ну что ж, как я уже сказала, у нас с вами сегодня на затесте будет новая косметика, а также в конце ролика я покажу вам, как я очень часто трансформирую свой классический дневной образ в более вечерний при помощи нескольких аксессуаров, а также при помощи, конечно же, косметики, поэтому обязательно не перематывайте и смотрите это видео до конца. Ну и хотела бы я начать это видео с главной новости, если вы подписаны на меня в инстаграме, то вы о ней уже знаете, если нет, то обязательно подписывайтесь, ссылочку вы найдете в описании под этим видео, и у меня появился собственный продукт, тадам! Вместе с брендом Organic Kitchen мы разработали идеальный праймер для лица, и мне очень хочется о нем рассказать, но я сделаю отдельное видео об этом продукте, обязательно подробно вам расскажу, а сегодня мы с вами будем тестировать в другую косметику, но за травочку мне очень хотелось оставить еще в этом ролике, поэтому вот такие новости. Итак, начнем мы с вами с тестинга новинок, и у нас сегодня будет очень дорогой тон, очень дорогая база от бренда Clodepobate. Я обожаю Clodepobate, вообще, в принципе, японские люксовые бренды, как-то вот они мне прям очень стиматизируют, я обожаю то, как смотрится косметика на лице, потому что я люблю эффект натуральности, полупрозрачности, и вот как раз-таки Clodepobate про это, и да, кстати, правильно говорить Clodepobate, я читала в комментариях, люди спрашивали, почему Clodepobate, потому что, как бы, название идет на французском, но бренд при этом японский. В общем, начнем мы с вами вот с такого увлажняющего праймера, он вышел вместе с новым тоном, о котором расскажу вам чуть позже. Эта база, помимо того, что она идет с увлажняющим эффектом, также идет с SPF 25, это огромный плюс. Об SPF, кстати, вообще не стоит забывать ни в осенний, ни в зимний период, потому что солнце, оно все-таки светит всегда. Итак, у меня уже как-то был опыт использования базы от Clodepobate, но она не была увлажняющая, она была такой выравнивающей, больше как раз-таки была направлена на SPF, и у меня на ней многие продукты скатывались, вот она мне прям не подошла. Сегодня мы попробуем новый продукт, и я надеюсь, что он будет вести себя лучше. У него вот такая жидкая консистенция, похожа на молочко, такая светло-светло-розового оттенка она, и теперь давайте будем наносить. Распределяю базу прямо руками, легкими массажными движениями, и сразу хочу отметить приятную и очень мягкую отдушку. Также база достаточно быстро впитывается, то есть вот то, что я выдавила, мне этого не хватило, мне пришлось добавить немножко продукта, потому что на вторую половину лица я практически ничего не успела нанести, так как продукт уже впитался. Но по ощущениям она действительно очень комфортная, стянутости нет, липкости вроде тоже. Базу мы нанесли, по визуальным каким-то ощущениям ничего не изменилось, кожа немножко сгладилась, мне кажется, в центральной части лица, мне в зеркале кажется, что поры стали менее заметными, ну а также кожа вот прям очень мягкая и приятная по тактильным ощущениям. Теперь давайте поговорим о новом тоне. Новый тон идет в очень красивой, в такой стеклянной, тяжелой, сразу скажу, упаковки. Называется это Tint Fluid Eclat Matte. В общем, это матовый тинт, опять же, со SPF 20. И также, кстати, вместе с этим тоном вышло сразу несколько кистей для нанесения этого продукта. Если вы хотите более плотно покрыться, то есть такая плоская кисть, очень красивая, но сегодня я вам покажу, кстати, кисть, которая идет для более легкого покрытия. Вот, вот так выглядит эта кисть. Посмотрите, какая она красивая, какое у нее оформление. Я, честно, уже ее немножко потестила на руке для того, чтобы понять, мягкая она, не мягкая, но мне она показалась очень мягкой, и поэтому давайте сейчас я буду наносить тон и, конечно же, комментировать свои ощущения. Для себя я использую оттенок O30. Мне кажется, что он, кстати, один из самых ходовых вот для таких теплых девушек, как я, поэтому имейте в виду, если вы загорелая тоже слегка, то O30 прям отличный оттенок. Сразу хочу отметить кисть. Мне действительно очень нравится, как она распределяет тон. Если честно, у меня такое ощущение, что вообще тонального на лице нет. Я ожидала от него все-таки такого ощущения матовости, возможно, чуть-чуть более плотного покрытия, но, как я уже сказала, возможно, это зависит от кисточки. Если хотите чуть более плотное покрытие, можно воспользоваться плоской, но, честно, я плоские кисти не очень люблю. И вот такими круговыми движениями я распределяю все тональное покрытие. Оно достаточно, как я уже сказала, невесомое, и у него, Опять же, очень приятная мягкая душка Мне кажется, что он отлично выравнивает тон кожи, сглаживает какие-то поры И при этом, что важно, несмотря на то, что это матовое покрытие, кожа выглядит очень натурально и естественно И видны какие-то легкие блики в нужных зонах, да, вот на выступающих участках лица И это, конечно же, очень-очень красиво Ну и оттенок, мне кажется, прям идеально мне подошел Ну что ж, попробовав один раз, конечно, сложно делать какие-то выводы Но что касается тональных средств, мне кажется, если тон не подходит, то ты это видишь сразу Он сразу как-то подчеркивает текстуру, делает лицо визуально как-то хуже, старее, возможно Здесь же мне все очень нравится Мне кажется, что на осень, на зиму вот такое натурально-матовое покрытие, это очень актуально Я люблю такое покрытие Главное, как я уже сказала, чтобы это смотрелось действительно натурально и естественно Ну и здесь, конечно же, все в лучшей вот такой люксовой японской классике Красиво, натурально, сдержанно, поэтому мне все нравится Давайте немножко поговорим про новости, которые произошли у меня за последний месяц И, как вы уже знаете, я в недавних своих видео рассказывала, что я буду делать лазерную коррекцию зрения Я ее сделала, уже прошло практически три недели после операции И я сейчас, кстати, первый раз снимаю видео с освещением, с ярким Я безумно рада, что я это сделала И если среди моих подписчиков есть те, кто задумываются о том, надо это делать или не надо Решайтесь, это идеально, это отличное вложение денег, я бы сказала Потому что видеть вот так, я никогда не видела даже в линзах и в очках И это абсолютно новое ощущение По-новому видишь мир И в инстаграме я опять же уже делилась этой своей радостью И, короче, я прям очень всем рекомендую Если вы задумываетесь, стоит или не стоит Определенно стоит Я пока что буду наносить консилер У меня нет нового консилера Поэтому я взяла вот такой вот от бренда Sensai Раз у нас сегодня вот такой вот тон от Clue de Po Я думаю, что в пару к нему будет хорошо японский консилер Поэтому сегодня консилер от Sensai в оттенке 02 Я его уже наносила Мне он очень нравится У него такой хороший персиковый подтон Чтобы перекрыть синеву, синячки Идеально И давайте сейчас я его нанесу Абсолютно любой консилер я всегда рекомендую наносить сначала пальчиком Для того, чтобы разогреть продукт Чтобы он лучше подсел Не подчеркнул мимику И здесь я делаю то же самое У него очень хорошее перекрытие Несмотря на то, что это подсвечивающий Увлажняющий консилер Что я в нем люблю Это то, что он реально выравнивает И перекрывает Ну и дальше, если мне нужно что-то дотушевать Я дорабатываю уже кистью Либо отдельно для консилера Либо, кстати, можно использовать ту же, что вы используете Для нанесения тона Как вы видите, он смотрится очень естественно и натурально Итак, консилер нанесли Давайте теперь поговорим о следующих новинках Которые у меня есть Это гели для бровей Оттеночные от бренда Жаде У меня есть оттенок Light Brown в цвете 12 И Blonde Brown в цвете 10 Я не пробовала эти продукты Сейчас будет первое впечатление Сейчас я первый раз их открою И нанесу вместе с вами Итак, написано, что это Fiber Brow Gel Я очень люблю фибру Главное, чтобы она была аккуратная и деликатная Итак, открываю оттенок номер 10 Вау! Я обожаю вот такие вот щеточки Которые идут маленькие Потому что они максимально естественно и деликатно Всегда прокрашивают брови Такие, кстати, щеточки Есть у бренда Estee Lauder Их знаменитый гель для бровей Думаю, что многие знают их Тоже, кстати, с фиброй И вот здесь фибра достаточно тоненькая Давайте посмотрим оттеночек номер 12 Light Brown Он уже идет немножечко понасыщенней В принципе, тоже хороший цвет Такая же кисточка Я думаю, что я нанесу себе оттенок номер 10 Blonde Brown Я люблю немножко высветлять брови Мне кажется, что мне идет, когда они чуть мягче Чуть посветлее Поэтому давайте попробуем нанести оттенок 10 Итак, начинаем наносить гель при помощи щеточки Сразу хочу отметить, что действительно очень удобная щеточка Все-таки, когда она такая маленькая Действительно шансов сделать какую-то грязь намного меньше А оттеночные гели, они как раз-таки опасны тем, что можно переборщить Задеть кожу и как раз-таки появится грязь, которую будет потом сложно убрать Здесь же все очень легко, удобно, просто И также хочу отметить то, что продукт очень вот в меру пигментированный То есть нет такого, что вы коснулись и у вас уже темная насыщенная бровь Здесь можно наслаивать продукт, добиваться нужной вам интенсивности Напоминаю, что я сегодня работаю оттенком номер 10 И он немножко светлее, чем мои брови Но при наслоении я как раз-таки получаю нужную мне интенсивность Что касается фиксации, то я очень люблю наносить оттеночные гели в два раза Поэтому я нанесла в один слой, подождала буквально секунд 20 И немножко еще добавила геля для того, чтобы окончательно зафиксировать направление волосков И убедиться в том, что они будут держаться в этом направлении Что касается геля, то мне очень понравилось Я, как вы знаете, люблю в дневном макияже красить брови только оттеночным гелем Не добавляя ни карандашей, ни маркеров и останавливаться на таком варианте К вечеру, если мне это понадобится, то я, конечно же, добавлю немножко карандаша Но пока оставляю так По фиксации хочу сказать, что вот прям каждый волосочек Я вижу, как он держится, никуда не падают Но посмотрим, что будет с бровями к концу видео Дальше я зафиксирую немножко сейчас свое лицо при помощи пудры И дальше пудра, кстати, новая, я вам ее уже показывала, это в Сен-Лоран Дальше поработаю вот такой палеткой от Benefit, о которой я вам уже рассказывала Но были комментарии о том, что хотелось бы увидеть продукты в действии И я подумала, что давайте в этом видео как раз-таки продемонстрирую вам эту палетку в действии Пудра у нас будет от Ив Сен-Лоран, подсвечивающая На первый взгляд кажется, что она достаточно темненькая Но на самом деле у нее такой нейтральный хороший оттенок Я наношу ее только на центральную часть лица Она вообще незаметна, но при этом красиво подсвечивает кожу, сглаживает поры Ну и теперь давайте как раз-таки поподробнее я покажу вам палетку от Benefit Здесь у нас есть два продукта для коррекции лица Я смешиваю сразу бронзер Hula и Dallas и буду наносить их именно в зону коррекции А пока что, также пока делаю коррекцию этой палетки, хотела вам рассказать о том, что вы, наверное, заметили Я сняла брекеты и на самом деле, опять же, если вы следите за мной в инстаграме, то вы это уже видели Я уже примерно месяц хожу без них Опять же, первое время было очень непривычно, потому что постоянно проводишь языком, думаешь, так, зубы гладкие, что-то не то Но, конечно же, это огромная радость Действительно, я, вот как мне обещал врач, полтора года относила брекеты и больше мне не потребовалось Но на самом деле, как я уже опять же говорила, я сегодня просто миллион раз упоминаю свой инстаграм Но, друзья, правда, все новости, в первую очередь, я, конечно же, освещаю там Я уже говорила о том, что брекеты — это не конец моей истории с зубами Вообще, я думаю, что, возможно, стоит снять отдельное видео про зубы, потому что эта тема действительно очень важная И многих она касается Мне огромное количество сообщений поступает от девушек на тему того, стоит ли носить брекеты, довольны ли результатом И почему я дальше продолжаю заниматься зубами, с чем это связано Поэтому вопросов действительно очень много, и, наверное, есть смысл в отдельном ролике на эту тему Если вы поддерживаете мою идею, то обязательно напишите об этом в комментариях Ну и, как я уже говорила, действительно, история у меня продолжается Я сейчас на стадии подготовок моих зубов к коронкам, к винирам И поэтому скоро немножко моя зона улыбки изменится Но, опять же, поподробнее об этом я расскажу уже в следующем ролике Сейчас я добавлю с этой палетки немножко румяна Оттенок Georgia и оттенок Sugar Bomb Смешиваю их между собой и вот таким образом наношу Оттенки очень полупрозрачные, ими невозможно переборщить Если вы новичок и ищете палетку, в которой будут отличные румяна, бронзеры, хайлайтер То вот как раз-таки это прям действительно highly recommend Также мне очень нравится, что здесь большие рефилы То есть вам этой палетки хватит на огромное количество времени Ну и можно также добавить немножко хайлайтер Называется он Cookie, он очень яркий Поэтому я беру для него какую-нибудь супер объемную пушистую кисточку И вот таким вот образом немножечко наношу Посмотрите, какой он красивый Ну, осенью я вот люблю наносить сухой хайлайтер Но главное не переборщить Главное чуть-чуть, поэтому я беру такую объемную кисть Чтобы блик получился не супер яркий, а такой все-таки немножко растушеванный Ну и коррекция лица, в принципе, у нас завершена Теперь давайте поговорим о новинках для макияжа глаз Здесь у нас будут вот такие красивые однушки От бренда Eves Saint Laurent Называется Tennis Satin Crush У меня есть четыре оттенка 0.1, 0.2, 0.5 и 0.6 Сразу скажу, что я их уже показывала Многие по моей рекомендации, кстати, уже купили 0.1 оттенок И это просто вау Вот вроде бы смотришь на него и кажется, ну что в нем такого Светлый сатиновый оттенок Вроде таких огромное количество Но то, как он смотрится на веки То, как он освежает То, как он наносится Вот правда, я давно такой текстуры не встречала Хочу сказать, что текстура этих теней действительно шелковая Они идеально тушуются Они отлично держатся И мне очень нравится Мне очень нравится этот цвет, потому что вот просто он очень красиво освежает Также я хотела бы отметить оттеночек 0.6, это такой немножко хаки Я его добавляю в складку века Дальше оттенок 0.2 Это вот такой вот коричневый, насыщенный, очень красивый Мы с вами его будем использовать при трансформации нашего образа в более вечерний А также на осень просто идеальный 0.5 Вы посмотрите, какой красивый, дорогой бордовый оттенок Я такие цвета очень люблю, потому что у меня зеленые глаза И такие оттенки идеально подчеркивают как раз-таки зеленый цвет глаз Но скажу сразу, что этот оттенок будет очень красиво и на голубоглазых девчонках И на карих глазах И он добавит такой, знаете, немножко драмы осеннего настроения И вот это будет очень и очень красиво Но у нас с вами сначала идет дневной образ Потом мы его трансформируем в вечерний И для дневного я как раз-таки буду наносить оттенок 0.1 Конечно же, сухие текстуры лучше наносить кистью Но честно, мне очень понравилось наносить эти тени прямо пальчиком Во-первых, посмотрите, как красиво он смотрится на пальчики А теперь давайте перенесем их на глаза Ну вот, посмотрите Раз-два и все Ну реально же смотрится очень свежо Мне прям дико нравится Я немножко подтушу его в складки И все Если хочется, можно, конечно, добавить немножко в складку еще 0.6 Но это, конечно, уже не обязательно Я вот его использую именно для складки У него такой красивый оттенок хаки Опять же, он подчеркивает мой цвет глаз И при этом он абсолютно не заметен То есть кажется, что это сами тени вот так красиво ушли в складку века и растушевались Я, кстати, заметьте, эти тени вообще не наносила ни на какую базу Просто выровняла века тоном, консилером и нанесла эти тени Вот Я на самом деле так редко делаю, но на мне они держатся хорошо Конечно же, сразу хочу сказать, что тени И то, как они будут держаться на веке Это всегда очень индивидуально Зависит от формы глаза От того, насколько ваш век выделяет себу Поэтому учитывайте все эти моменты Если что, добавляйте их на какую-нибудь базу под тени Либо оттеночные кремовые тени Но мне нравится очень их носить и вот в таком соло-варианте Сейчас я немножко добавлю межеснички Сделаю я это при помощи карандаша от бренда Clorans В цвете 02, честно Я прям подсела на него В последнее время постоянно им работаю Почему-то до этого я как-то не обращала внимания на карандаш от бренда Clorans Но он очень стойкий И у него красивый такой коричневый матовый цвет Карандаш автоматически Я наношу его от первой до последней реснички Немножко усиливаю интенсивность именно во внешнем уголке И дальше при помощи плоской кисти Движениями из стороны в сторону Я просто оттушевываю карандаш за его верхнюю границу Для того, чтобы сохранить интенсивность именно в ресничном крае И вывожу в такую легкую линию направления Я не называю это стрелочкой Потому что все-таки стрелка чуть более очевидная Здесь я как бы подчеркиваю и немножко вывожу форму глаза Карандаш отлично держится в самостоятельном варианте Он не отпечатывается Написано на нем, что он waterproof Он действительно стойкий Но если хочется добавить выразительность И забегая немножко вперед То вот оттенок 02 будет идеально смотреться Как раз таки вот в этой линии ресничного края Дальше я покажу вам тушь Про которую я уже говорила в одном из последних роликов Это бренд Eves Saint Laurent Праймер и вот такая вот Эффект накладных ресниц Обновленная версия Супер-супер черная Давайте покажу их в действии Как я этим пользуюсь Первым делом я наношу праймер Он имеет вот такой интересный розовый оттенок Если честно, когда я первый раз накрасила ресницы Им это было, конечно, забавно Ну и я рекомендую вам не дожидаться Пока он схватится То есть если вы намесли его на один глаз То сразу же берите тушь И дублируйте праймер тушью Потому что когда он подсыхает Ресницы прокрасить и счесать уже сложнее Я пробовала наносить этот праймер по-разному И вот прям рекомендую наносить вам сразу же тушь сверху Ну и эта тушь, конечно, отличается От классической версии туши с эффектом накладных ресниц Потому что она более густая Более такая, знаете, жирненькая И более черная И я рекомендую ее вам наносить Вот если вы действительно хотите сделать акцент на ресницы Потому что все-таки она привлекает внимание Ресницы получаются длинные Густые Такие, я бы прям сказала, толстенькие Но лично мне такой эффект нравится Итак, ну что ж Как ресницы все-таки завершают образ Мне очень нравится Какой макияж глаз получился Он вроде такой простой Но при этом уже какой-то даже нарядный У нас остался с вами последний этап Это губы И я очень хочу вам рассказать про новую помаду от Stellar И у нас с вами для вечернего образа тоже будет помада от Stellar Это Black Collection Новая коллекция Оттенок называется 0190 Glam В общем, очень красивый нюд Вот я бы прям сказала, это супертрендовый нюд Я сейчас быстро добавлю немножко карандаша И дальше поговорим про помаду Карандашик у меня был от бренда Romano Makeup В цвете Ice Kiss И теперь давайте добавим цвет 01 Я растушевываю его прямо пальчиком Текстура у помады, знаете, такая полусатиновая То есть она и не сильно сияет, но при этом и не матовая На губах очень комфортная И посмотрите, действительно такой трендовый, холодный, розовый Оттенок немножко уходящий в бежевый, немножко в серый Я такие цвета люблю, особенно на осень Мне кажется, это супер-супер стильно Ну что ж, мой дневной образ практически готов Мне осталось добавить буквально один аксессуар Который, мне кажется, будет очень, опять же, освежать Я сегодня в такой белой базовой футболке Что касается украшений, то на мне сегодня вот такая вот тонкая нить изумрудного оттенка Я очень люблю такие вещи, потому что они подходят абсолютно ко всему Смотрятся интересно, очень нежно и не перегружают абсолютно никакой образ Выбираете нужный вам оттенок И, в принципе, можно наносить его довольно часто Я выбрала изумрудный, потому что у меня зеленые глаза И, мне кажется, мне идет этот оттенок Сейчас я добавлю вот такую вот красивую цепочку Вот с таким вот голубым глазом С третьим глазом Я такие аксессуары очень люблю Во-первых, цепи обожаю Во-вторых, люблю вот такие вот маленькие, но красивые акценты Давайте застегну и покажу, как это смотрится уже в застегнутом варианте Итак, ну что ж, вот так смотрится это украшение Я очень люблю, на самом деле, подобные цепи Потому что тут можно регулировать длину Можно по-разному застегивать И он всегда будет смотреться по-разному Я люблю носить эти украшения и с белой футболкой, и с какими-то кроп-топами Но сейчас также я добавлю свой кожаный пиджак Потому что все-таки у нас осень И мне кажется, что кожаный черный пиджак это очень стильно И он всегда, как-то, знаете, так нарядно смотрится Если вы вечером куда-то отправляетесь, то в пиджаке вы всегда будете выглядеть как-то более выигрышно, что ли Поэтому пиджаки я обожаю Кстати, все украшения, про которые я сегодня говорю Это из универмага Poison Drop Я думаю, что многие из вас знакомы с этим магазином Это не просто интернет-магазин, это офлайн и онлайн универмаг У них есть несколько магазинов Но, к сожалению, в моем городе Катеринбурге нет Поэтому я заказывала через их именно онлайн-версию Что касается вечернего образа, то я очень люблю серьги какие-нибудь массивные Но при этом, чтобы они были легкие Поэтому сейчас я покажу вам, как можно изменить образ при помощи сережек Но для начала, наверное, давайте добавим именно помаду Изменим цвет и дальше уже поиграем при помощи аксессуаров Итак, я буду использовать также коллекцию Black Collection Оттенок 02, который называется Diva Мне кажется, это идеальное название Особенно для какого-то вот такого яркого, насыщенного оттенка Ну и, конечно, соответствующее настроение сразу задает Итак, оттенок Diva я уже нанесла Вот здесь, кстати, мне кажется, в этом цвете больше видно как раз-таки текстуру этой помады Она не матовая, но при этом немножко сияет Но при этом не чересчур Достаточно комфортно и на губах вообще не ощущается Также немножко можно добавить на глаза, как я уже говорила, тени Именно в зону ресничного края В зависимости от настроения Можно добавить и бордовый Но так как у меня яркие губы, мне кажется, логичнее и правильнее будет сделать вот такой вот шоколадный оттенок Это тени в Saint Laurent цвет 02 И давайте добавлю его немножко в ресничный край, чтобы усилить эффект как раз-таки ресничного края Тени я добавляю при помощи вытянутой пушистой кисточки Добавляю немножко в ресничный край движением из стороны в сторону Тем самым расширяя линию затемнения, а также слегка добавляю в складку века Как вы видите, сразу же глаза смотрятся более выразительно и ярко Ну что ж, макияж у нас готов Теперь досталось добавить пару других аксессуаров Которые будут, мне кажется, смотреться более гармонично в этом образе И наш образ готов Итак, как я уже говорила, я сейчас буду добавлять вот такие серьги Это бренд, кстати, Liza Smith Это собственный бренд универмага Poison Drop И давайте сейчас добавим их Они, кстати, очень легкие, вообще не ощущаются абсолютно Я такие украшения люблю Особенно серьги, мне кажется, очень важно, чтобы вы их действительно не ощущали Чтобы они вам не мешали Вот такие вот разные серьги Мне кажется, это выглядит очень интересно Хочется разглядывать образ И на свою правую сторону я добавила ту, которая более нарядная и яркая Потому что я этой стороной всегда фотографируюсь Ну а также я хотела бы добавить браслет Вот такой Так, он у меня упал Это бренд Swarovski У меня, кстати, от Swarovski ни разу не было украшение Это мое первое украшение И в качестве своего первого украшения от этого бренда Я выбрала вот такой вот браслет-цепочку Посмотрите, опять же, как он подходит к моим серьгам И я выбрала вот в таком стальном оттенке Мне кажется, что он более как-то ко всему подходящий Тут магнитная застежка, это очень удобно Вы его точно не потеряете Что очень важно, потому что недавно я потеряла браслет У которого не было такой надежной застежки Здесь, мне кажется, что будет действительно удобно Он достаточно свободный Ну что ж, как вы видите, образ действительно у нас очень сильно поменялся Я надеюсь, что вам идея такого ролика понравилась Как вы видите, трансформировать образ можно не только при помощи макияжа из дневного вечерней Но также при помощи аксессуаров, которые могут быть уместны, как и днем И для дневного образа, мне кажется, что аксессуары также очень важны И украшений должно быть много, чтобы они подходили вам под настроение Как раз-таки в пользу на дроп огромный выбор Обязательно заходите по ссылочке в описании под этим видео Выбирайте и заказывайте то, что вам будет по душе Ставьте лайк, если видео вам понравилось Я вам всем желаю отличного настроения Обязательно пишите в комментариях На какую тему вы бы хотели следующий ролик Собирайся со мной Ну и, конечно же, до встречи в следующих видео Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok